Вчера я посмотрел мультфильм «Дикий робот» и могу сказать, что я был в шоке. Это просто невероятно. DreamWorks создали лучший мультфильм за последние годы среди, наверное, множества других студий. Я уже дома. Я теперь дикий робот. Сегодня хочу поделиться своими впечатлениями и сказать, почему этот мультфильм покорил мое сердце. Будет много деталей о мультфильме, так что удобно устраивайтесь и давайте начнем. Вероятность возвращения маловероятна. Обычно я не так сильно жду какие-то мультфильмы, но «Дикий робот» стал моим исключением. Около года назад, когда в сети начали появляться первые утечки сюжета, постеры, трейлеры, тизеры, я уже начал ждать этот мультфильм. Я люблю животных, у меня в жизни были и кошки, и собаки, и был даже голубь, так что тема взаимодействия с миром животных для меня, так скажем, особенно важна. Поэтому «Дикий робот», несмотря, так скажем, на мои привычки, был самым ожидаемым мультфильмом года. Добрый день, с вами я, Санчес, и сегодня я расскажу вам все свои впечатления и скажу, что не так с мультфильмом «Дикий робот». Поехали! Ну а спонсор этого ролика, благодаря которому вы можете выиграть билет на крупнейший фестиваль, посвященный играм в Москве, является «Игропром». «Игропром» — это незабываемое красочное косплей-шоу, кибер-турниры, технологии захвата движений, VR-развлечения, зона ретро-игр, настолки, много крутых компьютерных игр и других впечатлений. А чтобы выиграть билет на это мероприятие, которое будет проходить в Москве 23 и 24 ноября, нужно всего-то по ссылке в описании подписаться на соцсети «Игропрома» на мои соцсети и просто поставить лайк на запись в ВК или нажать на кнопку «Участвую» в Телеграме. И 15 октября мы проведем итоги и объем счастливчиков, которые выиграют билеты. Я на «Игропроме» тоже буду, и поэтому кто меня встретит, получит эксклюзивно мини-подарочки. Так что принимайте участие, ну а мы переходим к продолжению ролика. О чем данный мультфильм? Мультфильм «Дикий робот» рассказывает историю о роботе по имени Роза, который оказывается на необитаемом острове после кораблекрушения. Роза – высокотехнологичный робот-развлечик, который обладает искусственным интеллектом. Когда его транспорт выходит из строя, Роза вынуждена выживать на острове и разбираться, так скажем, в новой среде. Поначалу Роза терпит неудачи в попытках связаться с островитянами. Это, конечно же, дикие животные, включая местных обитателей и всю экосистему. Однако, постепенно она начинает понимать язык животных, и научившись читать их поведение в процессе адаптации, она все понимает. Их жизни переплетаются жизнями, так скажем, разных животных, включая гуся, медведя, лисы и так далее. Роза сталкивается с различными препятствиями, испытывает опасности и находит себя в ситуациях, где приходится проявлять изобретательность и умение решать проблемы, взаимодействовать с животными острова. Она сама вообще не понимает, что больше, чем с ними взаимодействует, она начинает незаметно для себя заменять программирование и принимать свою душу, что ли. Со временем Роза становится частью этой островной экосистемы, находит новых друзей и начинает понимать, что красота природы и взаимопомощь существуют даже в самых неожиданных местах. Она сталкивается с собственными моральными дилеммами, связанными с влиянием своих действий на окружающих и находит ответы в своем внутреннем железном мире. Мультфильм «Дикий робот» исследует темы дружбы, животного инстинкта и взаимопонимания между различными формами жизни. Столкнувшись с вызовами и радостями животного мира, Роза понимает над своим первоначальным предназначением, что есть что-то другое и находит новые значения в своей жизни. Ну, конечно, мультфильм описывает это все более красочное, просто я не хочу вам конкретно спойлерить. Чем же меня вообще привлек мультфильм? Сама тема как будто является не новой, ну разве мы уже не видели, как роботы выживают в природе, да более того, даже была короткометражка от Overwatch в игре, где нам показывали такую серию. Но в целом это не про это. Мультфильм как раз не про робота и не про среду, в которой он живет, а он про каждого из нас. Роза пытается выживать среди животных и начинает дружить с маленьким гусем, который не может самостоятельно вырасти. Она постепенно становится ему родной и также у нас трудности сплочают нас. Множество людей делают нас не только сильнее, но и дружнее. Никто вам в жизни не поможет так, как ваши близкие и ваши самые лучшие друзья. Мультфильм имеет много морали, но это одна из них. А вторая мораль, ну как я считаю, мультфильма, что не всегда надо следовать правилам. Робот это как пример правильности в мультфильме. У нее заложена программа, которой она обязана следовать, ибо так устроен ее железный мир. Но на самом деле, перешагнув через эти правила, она стала понимать, насколько много интересного, полезного ее ожидает. Также у нас в жизни не надо следовать толпе, обществу, которое пытается навязать свои устои, правила, нотации, тезисы и все прочее. Они все такие же люди, как и вы. Если вы умеете рисовать, рисуете, не учитесь на строителя. А если вы хотели всю жизнь быть строителем или архитектором, не занимайтесь чем-то другим, к чему у вас не лежит душа. Вот это, мне кажется, самая главная мораль в мультфильме. Мне в мультфильме очень понравилась история маленького грызуна, который постоянно грыз дерево. В комментариях можете написать, как его зовут, я забыл. Его фраза, что для него главный процесс, тоже является очень глубокой в мультфильме. Это, как знаете, у самурая нет целей, есть только путь. Он применим и к нашей Розе, роботу. Она за весь мультфильм постоянно пыталась искать себе цели ради того, чтобы остаться на острове. Хотя на самом деле, ей нужно было просто понять, что можно расслабиться и не обязательно гнаться за этими заданиями, миссиями, их выполнениями. Надо просто жить и наслаждаться каждым мгновением. Ну и кроме сюжета, мне понравилась рисовка. Безумно круто нарисованы все животные данного острова. Мне нравится, что у всех есть характер, харизм и какая-то душа, что ли. Самое главное, что они все душевные. Вот редко, когда можно сказать, что второстепенные герои колоритные. Последний раз я видел интересного второстепенного героя, опять-таки, наверное, в проекте Дримворкса. Это Перито из Кота в сапогах. А тут вот просто каждый житель острова интересен, харизматичен. И не важно, это вообще медведь или это какой-то лис. Вы, наверное, думаете, ну все, Санчес облизал мультфильм с ног до головы. Понятно, не объективно, но нет. Мое мнение, самое объективное среди всех, кто что-то скажет по мультфильму против. Что недавнее вышло у нас? Головоломка 2, хоть и ставшая рекордсменом по кассовым сборам, вышла она довольно средней. Как будто это не новая часть, а просто продолжение первой. Ничего сверхгениального там не покасали. Гадкий Я-4. Неплохо, но опять-таки, разыгрываются все старые формы успеха мультфильма. Также прикольно, но не более того. Да что говорить, даже Кунфу Панда 4, насколько мне показалась интересной частью, она не заслуживает такого внимания, как Дикий Робот. И да, Дикий Робот действительно впечатлил меня сильнее всех других мультфильмов, наверное, за весь год. Можете довериться просто моему мнению. Удивительно даже мне от того, насколько мне понравился этот мультфильм. Видимо, авторы действительно делали его с душой, и Крис Сандер снова смог меня впечатлить. Так же, как когда-то он меня впечатлил вместе с Дином Демплуа, когда делал «Как приручить дракона». Но давайте теперь перейду я к выводу, и вы сами для себя подумайте, стоит его смотреть или нет. После просмотра «Дикого Робота» могу с уверенностью сказать, что это один из лучших мультфильмов этого года. Лично я ему поставлю 10 баллов из 10. Мастерство, заложенное в этой работе, просто поразительно. Сценаристы успешных мультфильмов действительно не могут создать плохое кино. И Дикий Робот тому подтверждение. Мультфильм понравился мне по многим аспектам. Начиная от потрясающих аудиоэффектов, музыки, которые очень гармонично вписались в общую атмосферу мультфильма. Я обязательно буду переслушивать композиции, которые там играли. Сюжет был захватывающим и оригинальным, что редко встречается, опять же таки, в современных анимационных фильмах. И в общем, он действительно очень годный. Моя похвала создателям за их талант и труд, который они вложили в этот проект. Я с удовольствием рекомендую Дикий Робот всем, кто любит качественные мультфильмы, полные исключений и неподдельных эмоций. А что не так с мультфильмом? Да не так лишь то, что он не настолько популярен. В остальном он точно хорош. Так что превьюшку можете считать кликбейтной. Если вам понравился мой ролик, то не забудьте в комментариях написать свое мнение о мультфильме. Все-таки оно у нас разное и вдруг вам что-то даже и не понравилось. Также не забывайте о группе ВК и о Телеграме, о конкурсе в них. Ну а с вами был Санчес, не забывайте подписываться на канал, вступать в группу ВК и пока.